В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Директор департамента образования рассказала, каким будет новый учебный год. Безопасность детей на дороге – дело взрослых. ГИБДД напоминает о правилах для водителей. Начало перемен. В музее книги открылась новая выставка. Далее расскажем обо всем подробно. Начало нового учебного года несет с собой риск вспышек гриппа. Об этом сообщил первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Это связано с тем, что у гриппа постоянно возникают новые штаммы. В этом году появились уже три. По словам Онищенко, они начнут циркулировать с начала похолодания и спада температуры. Он отметил, что профильные ведомства должны обеспечить вакцинацию 70% населения. В первую очередь речь идет о школьниках и учителях, а также о врачах и представителях старшего поколения. В Нижегородской области прививочная кампания от гриппа стартует в начале сентября. Зампред также добавил, что эпидемиологическая ситуация, связанная с COVID-19, позволяет начать учебный год 1 сентября, поскольку дети довольно нейтрально переносят коронавирус. По состоянию на 26 августа в России зафиксировали более 970 тысяч случаев заражения. За последние сутки выявили 4676 новых больных. Почти 786 тысяч человек выздоровели. Жертвами болезни стали 16 683 россиянина. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов предложил главе Минпросвещения Сергею Кравцову перенести начало учебного года на 1 октября. По словам Власова, ежедневно в России регистрируется около 5000 новых случаев коронавируса. Депутат уверен, что выход школы на месяц позже позволит избежать резкого возникновения большого количества социальных контактов и не допустить новых вспышек. В группах канала 16 в социальных сетях мы спросили горожан, как они относятся к этой идее. Больше половины опрошенных считают, что она бредовая. Все давно пора открыть. 28% респондентов думают, что предложение вполне здравое. Еще 16% выбрали вариант «Отличная идея». Хочу еще месяц свободы от школы. Однако сидеть еще месяц дома у школьников не получится. Образовательные учреждения Нижегородской области будут работать в очном формате с 1 сентября. Соответствующий указ подписал глава региона Глеб Никитин. Заболеваемость в области продолжает снижаться. Почти 90% нижегородцев, зараженных коронавирусом, уже здоровы. За сутки вывели 129 новых больных. Умерло двое. При этом выздоровели еще 159 человек. В такой ситуации ничто не мешает начать учебу в очном формате, но с соблюдением ряда требований. За каждым классом закрепят отдельное помещение. Минимизирует контакты между детьми на переменах. Сотрудники школ и вузов будут следить за соблюдением социальной дистанции. Возобновят работу и пищеблоки в школах. Напомню, с 1 сентября ученикам начальных классов положено бесплатное горячее питание. Тех, кто учится в первую смену, будут кормить завтраками. Тех, кто во вторую – обедами. Подробнее о нововведениях этого учебного года рассказали на традиционном родительском собрании в онлайн-формате. Заместитель губернатора Давид Мелик-Гусинов и министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин. Они ответили на самые частые вопросы подписчиков. В том числе рассказали о том, как будет проходить 1 сентября. Линейки организуют для первых, девятых и одиннадцатых классов. Во всех остальных пройдут классные часы и уроки победы. Во время линейок будут контролировать масочный режим на улице и соблюдение социальной дистанции. Если параллелей в школе много, праздник для них пройдет в разное время. Давид Мелик-Гусинов подчеркнул, что детям можно приходить без масок и без перчаток. Но сами линейки должны быть организованы согласно требованиям Роспотребнадзора. Зам губернатора также еще раз разъяснил ситуацию со справками для школьников об отсутствии коронавируса. Он подчеркнул, что их запрашивают только у тех детей, кто переболел COVID-19 или сейчас находится в контакте с такими больными. О результатах ЕГЭ, нововведениях предстоящего учебного года, достижениях учеников, педагогов и школ. На пресс-конференции руководители Департамента образования рассказали об итогах дистанционного обучения и планах на будущее. В беседе с журналистами они затронули все аспекты образования в Сарове. В том числе ремонт школ, детских садов, предстоящие всероссийские проверочные работы и, конечно, организацию учебного процесса в условиях пандемии. Дезинфекция, проветривание и кабинетная система. Новый учебный год в школах будет проходить в соответствии со строгим соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Директор Департамента образования заверила, что школа Сарова обеспечена санитайзерами и средствами индивидуальной защиты. Ресиркуляторы закуплены не в полном объеме и пока их установят в классах, где находится специальное оборудование, например, на уроке физики и химии. Эта установка говорена с главным санитарным врачом города Сарова, что в эти кабинеты, где происходит смена коллективов, будут поставлены рециркуляторы в обязательном порядке. Остальные по возможности будут использовать в течение периода переносные рециркуляторы, которые будут обрабатываться каждый класс в течение определенного периода времени. Также каждая школа составит график прихода детей, чтобы сократить количество личных контактов. Расписание звонков на уроки и перемены тоже будет скорректировано. Всем детям обязательно будут измерять температуру. Если она будет близка к 37, то ребенка в школу не пустят. В сегодняшних условиях, если хоть один ребенок заболевает ковидом и выставлено это заболевание, весь класс садится на 14 дней на карантин. Эти две недели дети будут продолжать учиться, но дистанционно. Хотя такой опыт есть, никто из участников образовательного процесса не хочет к нему возвращаться. Но и отказываться не собираются. Мы рекомендовали школам, а дальше уже это решение образовательной организации, раз в 10 дней или в две недели проводить один день дистанционного обучения. Ну, либо не целый день, а предположим классный час в дистанционном режиме, чтобы просто не утратить навык взаимодействия учителя и детей в дистанционном режиме. Всем поддерживать компетенции. Несмотря на все сложности дистанционного обучения, в четвертой четверти саровские школьники в большинстве своем справились с экзаменами. Самый хороший, наверное, результат для нас и позитивный, это самые высокие за последние годы, это у нас 16 стубальников и 17 стубальных результатов. В минувшем учебном году и летом в нескольких образовательных организациях проходили ремонты. Наталья Володько отметила, что по итогам работы комиссии все школы готовы к новому учебному году. Также все пристально следят за ходом строительства новой школы на улице Зорге. Мы надеемся, что 1 сентября уже 2021 года мы сможем открыть ее для родителей и для детей. Мы надеемся, потому что подрядчик отрабатывает очень хорошо и это самое быстрое строительство, которое на сегодняшний день в рамках образовательных учреждений у нас идет. Нововведений в школах с 1 сентября будет много. Не все они связаны с влиянием пандемии. Некоторые новшества были запланированы достаточно давно. Это, например, касается бесплатного горячего питания. В новом учебном году с завтраками будут кормить учеников первой смены, обеды приготовят для тех, кто будет учиться во вторую. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. В Сарове ситуация с коронавирусом достаточно стабильна. Число госпитализаций продолжает падать. По состоянию на 26 августа в больнице лежит 17 человек. Накануне их было 19. В состоянии средней степени тяжести 13 пациентов. Несмотря на большое количество тестов, свыше 400, новых больных за сутки выявили только 6. На карантине остается 144 горожанина, контактировавших с больными. За сутки проведено 324 анализа. С 1 сентября вводятся новые проездные билеты для студентов. Проездной действительен для всех видов внутригородского сообщения на всей территории Нижегородской области. В Сарове можно воспользоваться на автобусах в город Татранса. Для пригородных перевозок проездной дает право на скидку в 50%. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 30 сентября истекает срок, в течение которого договор ОСАГО можно было оформить без предоставления диагностической карты. Напомним, ОСАГО временно отвязали от диагностической карты потому, что в связи с пандемией пункты техосмотра в большинстве регионов попросту не работали. А страховку автомобилистам надо было покупать. Те, кто приобрел полис без диагностической карты, должны до 31 октября пройти техосмотр. При этом никому возить и предъявлять диагностическую карту не требуется. Согласно указанию Центробанка, страховщики должны сами провести ревизию заключенных за это время договоров. Факультет довузовской подготовки Саровского физтеха объявил набор в группы по углубленному изучению физики для учащихся 7-10 классов. Ребята будут заниматься на бесплатной основе, но чтобы попасть в группу, необходимо пройти конкурсный отбор. Для участия нужно зарегистрироваться в группе факультета довузовской подготовки ВКонтакте и заполнить анкету. Более подробную информацию можно узнать по телефону 3-92-58. ФК Саров приглашает болельщиков на первый домашний матч. В воскресенье 30 августа наша команда примет на своем поле клуб Семенов. Начало матча в 13 часов. Для лиц старше 12 лет. Напомним, новый сезон чемпионата Нижегородской области по футболу стартовал 23 августа. Команду уже сыграли в первом туре. Для саровских футболистов дебютный матч против нижегородских спортсменов из ШОР-8 завершился победой со счетом 3-1. С 5 сентября на территории индивидуальной жилой застройки, это районы ТИЗ, Яблоневый сад, аэродром, будет организован сбор и вывоз твердых коммунальных отходов от частных домов. Как сообщает прислужба администрации, специальная машина будет двигаться вдоль жилых домов по воскресеньям с 14 до 18 в ТИЗе и на аэродроме. В Яблоневом саду по субботам с 10 до 13. В это время собственники, увидев машину на улице или услышав ее сигнал, могут вынести пакеты с мусором и самостоятельно погрузить их. Мусоровоз всегда будет двигаться по одинаковому маршруту. И вскоре каждый житель сможет определить время подъезда к своему дому. Для тех, кто не успел выкинуть мусор к приезду автомобиля, установлены контейнеры в районе части домов. Их полный список можно посмотреть на сайте Саров-24. Подробная информация по телефону 8 831 265 3186. С наступлением сентября увеличивается количество аварий с участием детей и подростков. Силами одной госавтоинспекции проблему детского дорожно-транспортного травматизма не решить. Дорожные полицейские обращаются к родителям с призывом уделить внимание своему ребенку и рассказать ему основные правила безопасного поведения на дорогах. А водителям напоминает, что управляя автомобилем, нужно помнить, что на дороге в любой момент может появиться ребенок. Традиционно с наступлением сентября на дорогах города происходит рост аварий с участием детей и подростков. В этом году каникулы у школьников начались рано, и многие ребята успели позабыть правила поведения на проезжей части. Поэтому сотрудники ГИБДД предлагают родителям пройтись вместе с детьми по маршруту от дома к школе и обратно. Показать ребенку на этом маршруте, где безопаснее всего переходить проезжую часть дороги, как правильно нужно переходить проезжую часть дороги, как добраться, например, до остановки общественного транспорта, указать на самые опасные места. Также родители следует взять за правило напоминать ребенку перед выходом из дома о строгом соблюдении правил дорожного движения, о том, что при переходе проезжей части нельзя пользоваться сотным телефоном или другими какими-то гаджетами, не использовать наушники во время перехода проезжей части. Обеспечить безопасность ребенка позволяют и светоотражающие элементы. Чем больше наклеек на одежде, тем ребенок будет заметнее на дороге. Госавтоинспекция напоминает также водителям, что управляя автомобилем, нужно помнить, что на дороге может в любой момент появиться ребенок. Нужно дать возможность сейчас детям немножко адаптироваться к дорожной обстановке после каникул. Поэтому водителям лучше всего быть предельно осторожными сейчас при проезде около образовательных организаций, при проезде спортивных площадок, но также при проезде пешеходных переходов. В ближайшее время сотрудники госавтоинспекции совместно с учениками 14-й школы проведут традиционную акцию «Мы вернулись». Она призвана привлечь внимание к проблеме детского травматизма на дорогах. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей, СРУ-24. В музее книги библиотеки имени Маяковского открылась выставка «Начало перемен». В экспозиции собраны книжные издания, которые расскажут о юбилярах этого года. Создатели славянского алфавита Мефодии и о русском первопечатнике Иване Федорове. Подробнее об экспонатах в нашем следующем репортаже. 130 лет назад свет увидели первые экземпляры энциклопедического словаря издательства Брагауза и Ефрона. Книгу относят к памятнику мирового значения. Материалы словаря «Общественное достояние» и многие статьи представляют исключительно информационную, культурную и историческую ценность. Все 86 томов можно найти в библиотеке имени Маяковского. Там открылась выставка «Начало перемен». Безусловной гордостью нашей библиотеки является издание энциклопедического словаря Брагауза и Ефрона в 86 томах, которые в полном объеме доступны читателям нашей библиотеки. Этот словарь носит мировую славу и поныне. В этом году исполняется 510 лет со дня издания первопечатника Ивана Федорова. 1205 лет книги византийского просветителя, создателя славянского алфавита Мефодия. «Мы надеемся, что наша выставка будет интересна и взрослым, и детям. Среди изданий можно будет найти и миниатюрные книги, и издания большого формата, богатые, иллюстрированные, подарочные и современные коллекции нашей библиотеки». Выставка библиотеки имени Маяковского продлится до 4 сентября. Записаться на экскурсию можно по телефону 702-89. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски. Авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова